Я начал заниматься в 1975 году в Москве. Группа была на Маяковке, эту группу вел Касьяна Владимировича Павловича. В то время в Москве официально карате было запрещено. Были группы неофициальные, их было практически две или три. Одна была на Маяковке, одна была в Мгимор, вела ее Сато. И другая была в моей студии Патриса Мумума. Вел ее шарм, у нее был второй дам. Не знаю, какой стиль, но о нем ходили легенды, что он забирался под крышу зала, сидел там сверху и всех смотрел. Потом, когда к нам пришел, наши белые присылки погоняли, все стало в свои места. И так в 1975 году начал заниматься, прозанимался полтора года. И в 1975 году шел в армию, служил в Литве, в воздушно-десантных войска. В 1979 году был дегидализован. И впервые, как раз у прихода из Альны, я приехал сюда в Литву. Знакомился с местными ребятами. Вместе с Костяновым приезжали. Специально была большая тренировка. Тогда еще Травит, как и Сергей, возглавляла секцию. Знакомился как раз с Сергеем Рожевиным. С Марисом, с Марисом, с Мадрисом. Провели ряд семинаров, тренировок. Мне очень понравился Иго. Я был в первостной жизни. И с тех пор у меня не только хорошее, приятное впечатление. Потребились ребята, которые беззаветны. Не скажу фанатичны, но скажу именно просто беззаветны. И по-юношески поверили во все наши деяния, мечты и рассказы, которые шли за нами очень верно. Они приезжали часто в Москву. Останавливались у меня дома, как правило. Мы с ними тренировались по несколько часов. Тренировки были жестокие, жесткие. Тренировались и утром, и вечером, еще днем. На улице, в зале. И с тех пор у меня дорожда с Ригой постоянно не прекращалась. Образовались здесь филиалы. Некоторые стали иметь своих учеников. Для него сегодня встал к нам с штаками. После зеленого положения времени. Дай Бог ему счастья и здоровья. И, наконец, мы оказались в этом времени.